сегодня у нас с вами тема строки и списки и строки и списки у вас были на практических работах в принципе так что в принципе все обминуло вот но мы пройдем некоторые другие аспекты итак ну во первых по поводу кодирования символов во второй практической работе где были как раз строки началось с того что вам было приведено как кодируются символы был рассказ там табличка такая а ски приведена да вот и и не год я не буду углубляться на долго в этот вопрос но американская стандартная система кодирования для текстовой информации была панацеей в свое время потому что разные компьютеры кодировали по разному разному двоичному слову разным с этим был соответствовал и а ски решила эту проблему в рамках америки однако символов для других алфавитов национальных не хватает спасло то что в байте 8 бит и осталась возможность использовать старший бит как признак национальности данного символа то есть если там стоял 0 то оставшиеся 7 бит считались потом а ски и рассматривались а ски символ стандартно а если там стояла единичка то соответственно использовалась как бы вторая часть или как бы вторая страница кодировки или как называли коды пейдж вот эти коды пейджи разные у разных кодировок и их там много ну в частности российские бывают windows 12 51 cp 8 6 6 это досовская она уже отжила свой век практически тогда может встретиться о и 8 и была еще маковская какая-то это 1 байтные кодировки соответственно что не позволяют 1 байтные кодировки в которых один символ это 1 байт что они не позволяют сделать международных текстов в которых есть символы и в одной кодировке в другой это никак не получается сделать вставить и греческий символ кроме как просто картинкой да там как-то вот невозможно что нелогично да то есть символ должен кодироваться коротко сейчас одну секундочку решение этого вопроса произошло где-то там 90-х по моему годах собственно с выработкой международного стандарта юникода который предложил несколько кодировок среди которых утф-16 соответственно двухбайтная в ней максимальное количество она является равномерным кодированием молодой человек спать удобно в кровати можно сделать не медленно нет утф-32 4 байта 4 байта на символ можно оценить что там соответственно 2 вот если здесь 2 в 16 разных символов то 65000 но это неплохо 65532 это немало различных символов это немало там уже и китайские китайские иероглифы поместятся еще что-нибудь да но она все-таки ограничена возможности расширения да а в этой там конечно запас побольше 2 в 32 2 32 32 естественно утф-32 2 в 32 различных символа это примерно сколько 4 умножить на 10 в 9 примерно 2 в 10 10 в кубе 1024 примерно 1000 в общем запас такой хороший но она все-таки дорогая 4 символа 4 байта на символ как-то так вот все тексты сразу по 4 раза становятся объемнее и нам было предложено соответственно кодировка неравномерное утф-8 в ней разные символами разную длину 1-байтный 2-байтный и в принципе она расширяемая она очень удобно питон является я вам кажется говорил это изначально ориентированным точнее не изначально питон третьей версии ориентирован именно на них вот там все строки и не код в них вы можете любые и не кодные символы используют прям табличку открываете таблицу кодировки любой находите символ как козябрену и можно вставлять прям в текст может даже прям в программе датификатор тоже вам показывал на русском программе нет ну можно в принципе переменную переменная но так делать не надо значит касательно строк это делается вот теперь по поводу типа стр в разных языках программирования разный подход собственно к типу символа вот запомните потом но вы знаете да что в паскале чар да это отдельный перечислимый символ кто знает что есть такой чар да в си языке есть такой тип чар тоже да знаете в языке си есть такой тип чар но правда он является не символьным а числовым типом это просто число они упростили просто число все равно что код вот а питоне символа нету нет типа символа типа символа нет это самое простое понятие типа чар да ну я его так и назову так нету питоне а что есть а есть сразу тип строка и больше ничего есть только тип строка как доступиться к символом строки но строка естественно состоит из символов правда она как рубить но например я нужен с равно хелло так вот доступ к символам строки и мы с вами видели на опять же во второй лабораторной работе по срезом срезом помните да вот с 0 это как раз буковка аж символ аж однако если мы спросим какого типа вот это с 0 каков его тайк это равно кукавки аж но его тип это строка ну я сейчас не буду равно там надо написать класс стр строков стр то есть мы берем это срез содержащий один символ и это именно срез такой специфический срез это не доступ к символу ну фактически доступ к символу но типа символа нет что еще в языках паскаль и си вы могли пользоваться тем что у вас сейчас условно я паскаль буду использовать считаю что паскаль вам знаком да я сокращу все таки я напишу стр чтобы меня можно было так вот отделить да ситуация с паскалем вы там делаете строчку с стринг и можете сделать так с двоеточие равно хело после чего что вы делаете берете говорите с нулевой двоеточие равно м у вас будет нуло так вот в питоне как дело нельзя паскали строки изменяемые да там это массив символов питоне это не массив питоне это объект и он неизменяем и все то есть мы можем породить новый объект для этого у нас есть срезы как раз да но мне нужно напомнить срезы помните первый параметр второй параметр и шаг хорошо что помните значит что еще по поводу объекта строк то есть мы порождаем новый объект можем его привязать снова к тому же идентификатору соответственно старый объект удаляется я не помню все ли методы для строк вам были показаны но вам надо знать сейчас что что существует функция поиска файл соответственно можно сделать с точком файл и указать ей какую то под строку которая будет искаться можно сделать р файл с обратной стороны соответственно если у меня с равно и хе-хе то что мне произойдет у меня файл найдет вот это вхождение а р файл найдет вот это вхождение однако обе эти функции возвращают положительное число не отрицательное число начало вхождения то есть файл вернет мне вхождение значение 1 то есть позиция первого символа совпадающего где под строку найдено а р файл вернет мне что последнее с конца найденное вхождение но опять же позиция отчитывается от начала первый символ начала этого вхождения этой под строку да то есть а это вернет мне соответственно 3 ну есть еще что replace replace видели функцию что еще есть есть count возможность подсчитать какое количество таких под строк в строке при этом у каунта это с точка каунт да если я скажу посчитать сколько там хе то понятное дело одной номер мне два однако можно сделать такую интересную ситуацию когда у меня под строка как бы перекрывается ну например я ищу в строке ааа да ищу s count считаю count ааа что он должен сказать ну есть два варианта алгоритмических да можно два да а можно один ну или вот так вот да чтобы было четче еще можно сказать два а можно сказать три вхождения вот питоновский вариант ну это вопрос выбора питоновский вариант сказать что здесь два вхождения вот давайте сейчас сконцентрируемся на вопросе поиска и попробуем понять как происходит поиск под строки в строке это непростой и очень интересный вопрос и мы его еще раз поднимем в следующем семействе когда будем изучать алгоритм сейчас мы с вами реализуем так называемый наивный поиск наивный поиск наивный поиск под строки и так допустим у меня строка будет с а под строка будет сабл и хе-хе ну я условно да то есть по этому делу это с ввода можно принимать кстати еще вы нигде этого не видели а надо бы вам сказать что литерал строки что такое литерал это синтаксический способ записи непосредственно в текст как числа записываются в бетоне да если я вам говорю литерал числа вы должны сказать что ну числа как записываются например можно вот просто да можно там один два записать и поговорить про литералы целых чисел да а еще можно как записать целые числа ну можно например сделать 0xf3 это тоже корректный литерал целого числа логично логично понятно о чем речь что такое литерал слововорожение элементарного объекта который порожден прям фактом его написания здесь это для чисел говорят слово литерал для строк говорят литерал вот ну и помните да я вам там рассказывал про другие системы числа для вещественных чисел тоже мы можем поговорить да какие литералы вещественных чисел будут ну там например 0.1 да или 0.1 1.0. да корректный литерал числа да вот или например 1.2.7 да корректный литерал числа 1.e. большое там минус 7 корректный литерал числа с плавающей точкой понятно с этим да да ну и какие способы его записать вопрос как можно записать строчку вот смотрите вариант 1 одинарные кавычки вариант 2 двойные кавычки это та же строка есть вариант как удобно да в чем отличие в чем отличие в чем отличие в том что внутри двойных кавычек удобно писать я сейчас отвлекаюсь от наивного поиска потому что забыл проговорить важный момент по поводу литералов в двойных кавычках удобно записать фразу потому что в ней присутствует как раз одинарная кавычка в качестве апострофа и она нам ну он просто если я запишу это одинарными кавычками то питон подумает что строка закрылась здесь а это какие то символы открылась строка поэтому в этом случае что можно сделать можно экранировать эту кавычку вот так обратный слэш экранирует следующий символ позволяет ему быть какой он есть кстати если вам нужно употребить обратный слэш то пишите два обратных слэш если вы экранируете слэш про это отдельно будет чтобы вот этого не делать соответственно удобно записать двойные в кавычках и не париться двойная кавычка а в одинарных соответственно удобно так здесь двоей кавычки в качестве такой какой вид наименования да например company параллелс да и он опять же без экранирования понимает что вот эта строка она открывает вот символ там символ кавычка дальше существует многострочный а да еще один момент если вам вдруг нужно в строке перенести строка слишком длинная а вы еще не закончили ее писать а экран кончился у вас и вам не хочется продолжать писать уходя за пределы исходного текста вам хочется как-то более менее остаться в этом случае вы можете опять же использовать обратный слэш в самом конце строки вообще это используется например вам нужно какое-нибудь выражение в питоне это используется поскольку там новая строка имеет синтаксическую роль понимаете следующий оператор на новой строке и отступ имеет еще и существенное значение в этом случае длинные арифметические выражения один плюс два плюс три плюс четыре вот вам нужно перенести да он не позволен скажешь что выражение кончилось да поэтому что можно сделать можно взять и сказать обратный слэш и он как бы экранирует enter в том смысле что понимает ага то что на следующей строке это сюда уже вот ну то соответственно плюс пять плюс шесть это получается что это просто такая разбитка на строки теперь к строчкам которые вы пишете то же самое можно применить в конце строки вы берете и говорите слэш да там did something вот но это не многострочная строка это просто перенос одной строки продолжение на следующий существует такая штука как многострочные строки они начинают и заканчиваются тремя символами этого калычки и одинарные и двойные обе подходят соответственно три одинарные да да началась да там мой дядя самый честный правил так вот в этом случае переносы кареток считаются принадлежащими строке считают и если вы сделаете принт вот такой строки то она распечатается в несколько строк несколько строчная строка в питоне можно считать очень иметь очень длинные строки кто писал в паскале когда-то во фри паскале турбо паскале в орлом паскале старой версии паскале не паскале бисеев там строки были максимальной длины 255 было связано с особенностями хранения длина строки хранилась в первом байте а в байте больше не запишем поэтому а здесь пожалуйста мегабайты текста я не буду говорить гигабайт потому что памяти может не хватить а мегабайты текста вполне можно в одной строчке хранить но вопрос за сколько долго это будет обрабатываться ок значит с тройными одинарными с тройными двойными одинаковая ситуация и обрабатываются они внутри тройных одинарных тройные двойные как часть что еще после вы наверное уже знакомы с такими экранируемыми последовательностями стандартные косая н это перенос каретки да это или разрыв строки правильно я скажу разрыв строки это как раз то что возникает при многострочной строке вот тут и вот тут то есть там вставляют вот такие вот символы косая н спец символ невидимый перенос разрыв каретки косая т это табуляция так что то я сейчас больше не помню ну косая косая да это косая я вам уже говорил ну запишите косая косая там есть еще какие то спец символы но они обычно так вам не нужны что еще ну б есть сдвинуть каретку назад одну ничку косая б есть windows да питон используется и под windows тоже а под windows в пути обратный слышим присутствует в отличие от линукса линуксовые пути без проблем хранятся в строках да и виндовые без проблем только выглядят литералы этим очень уж некрасиво то есть если мне нужно написать путь куда-нибудь да pr чему-нибудь то это будет выглядеть так все двое точек экранированные косая то есть это один символ просто приходится в два да май косая-косая один точка пай чтобы вот это вот не делать когда это уже надоело да можно сказать это данная строка не содержит в себе экранированных последовательностей а поэтому дорогой питон один символ обратного слыша считай за символ обратного слыша и все соответственно я вписываю все как и есть да что там что там было у меня цветовые точки косая да как мне об этом сказать буковкой r перед кавычкой прямо перед кавычкой буковка r существуют еще байт строки буковка b о них не будет итак поехали наэмми поиск под строки что мне нужно мне нужно сравнивать позицию да в какой-то позиции кусочек этой строки с под строкой для того чтобы брать кусочек строки у меня есть в принципе срез ну можно просто и пробегаться там например и пробегаться от начала до конца чтобы срезами не пользоваться и не создавать нового объекта потому что представьте строки строка и под строка могут быть достаточно длинными заниматься кучей созданием кучи объектов отдельно тоже может быть нехорошим итак позу у меня сейчас будет позиция в которой я пытаюсь искать то есть вот первая пробная позиция позу равно нулю дальше до каких пор мне надо продолжать ну я сделаю одну вещь я сразу померяю длину строки и длину под строки чтобы они у меня были я сделаю что я вот прям тут сделаю чтобы не загрязняется алгоритм ls это ls у меня строки не будут меняться а хотя почему я отдавать тебе буду каждый раз они же все равно не будут вычисляться каждый раз так что ничего страшного оставим как x короче говоря до каких пор я должен пытаться прикладывать образец к строке до тех пор пока он не вылезет за строчку то есть пока не получится так что позиция плюс длина под строки вылезла за строчку за длину строки то есть если у меня например строка имеет длину 2 содержит в себе лен 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 равно 2 строки х я и под строка лен с лен саб у меня тоже например 2 х х в этом случае у меня что должно произойти позиция равная нулю еще подходит то есть когда позиция плюс длина под строки равна длине строки это еще нормально а когда поз сдвинулась на единичку плюс 1 получилось поз равно 1 то это уже не нормально поэтому я буду пытаться прикладывать на бразец к строке теперь пока while pos плюс лен саб у меня меньше либо равно лен с так убираю технические надписи что делаем мне придется здесь использовать второй вложенный цикл чтобы реализовать в чистом виде поэтому мне придется сделать выход из двойного цикла вместо этого я сделаю булевскую переменную фаун лап фаун равно фол а хотя сейчас секундочку нет наоборот я при первом да я буду считать что наоборот true что я нашел буду предполагать что в данной позиции я нашел образец и как только я обнаружу первый символ несоответствия я в этом разочаруюсь и продолжу со следующим словом со следующим позицией так теперь что я собственно делаю я здесь буду сравнивать я сейчас пока оставляю комментарий пока не записываю сейчас все будет раскрыт да что я делаю я хочу сверить сообразцом сверяю сообразцом а если у меня в итоге сверх и фаун остается true то что значит я нашел если нет то if found в этом случае что я выхожу из стекловая if found break понятно и вот здесь вот вот здесь вот я собственно могу распечатать позицию в которой я нашел но тут есть маленькая тонкость потому что если я убежал совсем вперед да и у меня вот это вот дело произошло то собственно надо бы сделать равным минус 1 например как признак того что не найдено ну минус 1 потому что в find rf тоже минус 1 если не найдено этот страх я использую здесь else который позволяет разделить ситуацию с брейком и без брейка иначе это значит что цикл закончился по выдвижению позиции вперед а еще кстати я забыл двинуть позицию надо не забыть двинуть позицию pos плюс равно 1 то есть если found break а если не found то нужно искать в следующей позиции так и после цикла else иначе pos равно минус 1 теперь как сверяем с образцом можно в принципе сразу срезку написать и все и сравнивать со срезкой под строчку я пропишу циклом while и так и равно нулю и это смещение относительно позиции дальше пока пока и меньше длины под строки length сапа что я делаю если у меня символ в позиции и под строке совпал с символом в позиции под плюс и в строке то я продолжаю движение в этом цикле если он не совпал то я тут же что делаю found равно false можно и тут же break поэтому здесь я делаю так если у меня с от поз плюс и мера восклицательный знак равно sub от и в этом случае что я говорю found равно false ну алгоритмически я могу брейк не делать просто зачем продолжать если уже обломался и образец уже не подходит на какой-то букве поэтому я в принципе могу сразу когда found равно false тут же сделать брейк и не хватает мне здесь места в преимуществе после этого ифа я должен что сдвинуть позицию проверки и плюс равно 1 так возвращаемся что тут должно было быть иф found и прочее брейк так все исходный текст весь написан логику я постарался можно вопрос можно а если мы задаем брейк цикл и в 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 а в в в в в в N именно потому что брейк работает ровно на один цикл то он выйдет только из этого цикла и дальше продолжиться отсюда именно потому что брейк работает ровно в рамках один цикл я и вынужден был завести啦 спец переменную found которая является логическо переменной флага, и он, по сути, обеспечивает мне проверку свойства последовательности. Ну, проверку свойства последовательности мы с вами делали для чисел. Проверка что-то последовательности возрастающего. Делали? Помните? Ну вот. В данном случае для строки. У меня истина пока совпадает, и ложь, когда не совпадают две строки. Вот вам сверху последовательность. Так, вот это алгоритм наивного поиска под строки в строке. Двигаемся дальше. Так, сейчас, секундочку. Теперь по поводу списков. Вы уже заметили, что список это штука удобная. В него можно запомнить данные и обратиться к ним снова, и снова, и снова. Естественно, он занимает память. И надо сказать, что список памяти хранится похоже на то, как хранятся массивы. Похоже. То есть там действительно последовательное хранение ссылок на объект. Поэтому в список не очень удобно вставлять в середину и вставлять в начало. Хотя такая возможность есть. Списки являются, что очень важно. Объектом изменяемым. Это первый изменяемый объект, с которым мы фактически сталкиваемся. что это значит. Это значит, что если у меня есть список, например, целых чисел, если у меня есть список целых чисел, тип списка. Если я спрошу, какой у него тип, то ответом будет мне не молчание, а класс лист. Список. А если я спрошу, кто такой А нулевой, то тип его А нулевой Какой? Ну я равно, это равно, в смысле равно, в смысле А? Интер. Абсолютно точно. То есть храним угол элемента таким образом вот это не срез. Это доступ к элементу. Понимаете? Значит, я могу туда записывать. И у меня реально поменяется то, что в этом объекте списка находится. Ясно? То есть список содержит в себе я нарисую, как это выглядит. Да? Идентификатор А указывает на объект список, в котором хранится какое-то количество элементов. Но это не совсем правильно. Хранится какое-то количество ссылок на объекты элементов. То есть это ссылка в себе. В случае с числами мы просто можем об этом не думать, потому что они числа и строки и строки тоже. объекты неизменяемые. Но это реально ссылки на объекты. Как хранятся в памяти уже вот эти объекты, я понятия не имею. В каком-то порядке памяти они хранятся. А вот ссылки хранятся последовательно. Как бы массивчик ссылок. Это к чему? Что если там вдруг объект на который ссылается тоже изменяемый и я получил на него какую-то постороннюю ссылку, то этот объект может быть при помощи посторонней ссылки изменен. Нужно об этом не забывать. Но если он изменяемый, если он не изменяемый, то все прекрасно, мы можем не думать о том, что кто-то поменяет. Если кто-то изменил свою ссылку, создал другой объект, ну и нам нужно. Так, тип отличается, срезы списков сейчас кратенько повторим по поводу припаивания срезков. Перерыв 5 минут сразу пусть звонка не дыхает. Ну, что есть. Так, нам надо немножко ускориться. список функций по работе со списками упомянут в сегодняшней практической работе. Можно сразу узнать длину строки на строке списка. Забавно, что для числовых списков важно, для числовых только. Можно найти минимум в одну функцию, да, забыть про реализацию минимума стандартного, да, мин макс, естественно, да, что еще? Сумма для числовых списков реализована. Ну, и кое-что еще. Поиск не реализован. Поиск в списке в массиве не реализован. Вот. Массиве. Список не является массивом. Так. Теперь по сегодняшней лекции двигаемся дай. Для того, чтобы проверить, указывают ли две ссылки на один объект или нет, существует операция из. Бинарная операция из. Итак, смотрите, в чем суть изменяемости списка. Вот у меня есть некий список. Я беру, говорю, b равно a. Из xc сказал бы нельзя, потому что там массив это адрес статического объекта, или с динамическим массивом он бы взял и перетер адрес, там это отдельный вопрос. Pascal сказал бы никаких проблем, проверить совпадение типов массивов и начнет длительную операцию по перекладке из одного массива в другое, поэлементное копирование. питоне присваивание это связывание идентификатора с объектом. Поэтому в данном случае что происходит? Что происходит? А, у меня ссылка на тот же самый массив а, то есть было объект списка, да? B указывает туда же куда и A. Соответственно, если я теперь что-то поменяю от B0 равно 10, то что у меня произойдет? У меня фактически вот сюда отправится ссылка на другой объект на 10, сейчас у меня вот 3, длина 3, 2, 3, да? Поэтому я обнаружу, что поменялся массив A по имени B, будет очень доступен. Это работает даже при вызове функций. Когда я создаю какую-нибудь функцию D, F, вот, A, ну давайте B, да? Которые я беру и обращаюсь к элементу B, подразумевая, что он массив, ну в смысле список, да? И кладу туда что-нибудь, ой, то, если я вызову эту функцию для массива A, для списка A, прошу прощения, опять, то я обнаружу, собственно, изнутри функции у меня объект A изменился, потому что меня ли что? Содержим объектом, объекта доступна по ссылке, поэтому изнутри функции по ссылке можно объект изменить, если он заменяет демо. Понятно? А если мы будем менять A, то B тоже будет меняться? Да, да, это объект один, две ссылки на него. Значит, если же внутри функции произведено действие типа, ну, например, B равно срез A наоборот, я не буду напоминать срезы, они такие же, как гастроп, с точки зрения параметра, да, это начальный индекс, конечный, точнее, не конечный индекс, а стоп, да, и шаг. Вот, двоеточие, двоеточие, минус 2, это от конца к началу с шагом, а, минус 1, минус 1. Все элементы, но наоборот. В этом случае что? В этом случае срез создал мне новый объект. Был объект A список, да, я получил ссылку на объект A, ну, вот, когда вошел в функцию, да, и мог с объектом, на который указывает A, что-то сделать. После чего, да, я первым же действием взял и свою ссылку на этот объект потерял. О, А, B, прощай, потому что B равно B. Так вот, я все, я использовал эту ссылку для того, чтобы добыть оттуда элементы, условно, 1, 2, 3, создать объект, содержащий их в обратном порядке. Эту ссылку я перенаправил сюда. После этого объект, идентификатор B уже не связан с A. При выходе из функции идентификатор B перестает существовать, ссылка на объект теряется, приходит сборщик пусора, объект перестает существовать. Понятно? Да, выбросить и выбросить. поэтому изнутри функции изменить переданные ссылки, пересвязать их с какими-то новыми объектами нельзя, но поменять объект через его внутрь, да, можно. В частности, к спискам можно делать Append. Вы это сегодня видели? Нет. То есть, список можно дополнять. методы, которые меняют список, они меняют тот же самый объект. То есть, если я сделал, я сейчас от функции отказываю, разгройте. Если я сделал вторую ссылку на тот же список, я делаю, например, B.pen и добавляю туда 4, то четверочка уйдет туда же, в тот же самый объект. Да? неважно, как это внутри функции этот Append сделал или еще каким-то образом. Как узнать эти методы списка? Это питон, ребята. Не надо ходить и каждый раз спрашивать преподавателя. Не надо. Первое. У вас есть консоль. Берете, открываете iPy. В PyCharm есть прямо в меню View можно взять открыть консоль, она прямо внизу откроется, чтобы не открывать лишнее окошко. И там берете и вот он вам предлагает ввести. Вы берете, вот у вас есть какой-то, вы создаете аналогичный объект. Сейчас не будем про дебаггинг, про остановку в середине. Создаете аналогичный объект. Создали. в следующей строке берете и набираете а, точка, и жмете табуляцию. Но там. И он высветит все возможные продолжения. Если вы вдруг оказались на той платформе или на той операционной системе, где у вас нет рутовых прав, чтобы поставить iPad, у вас самый классический интерпретатор то и там можно взять и сказать вот так. Dir возвращает все методы объекта. Какие только дети. Для списка, кроме методов по отношению к спискам, работает конкатенация. То есть списки можно склеивать друг с другом. Порядок конечно имеет значение. Список можно склеивать и сам с собой. Причем это конкатенация порождает новый список. Так. Соответственно например C равно A плюс B. Вот этот плюс породит новый объект A и B при этом никак не изменяются. А C указает на новый объект в котором соединены A и B друг за другом. 1 2 3 4 1 2 3 4 так. что оба объекта здесь вот выглянились. У меня здесь 4 1 2 2 3 4 Что делать если мне таки нужен дубликат списка? Ну например внутри функции. Внутри функции чтобы не попортить тот список который мне дали а я хочу поорудовать в нем. Например пересортировать. Например. Что можно сделать? Кстати существует стандартный метод сортировки именно для того чтобы он был изменяющим список он должен быть методом а не такой внешней функцией которая вас что-то возвращает. Называется сорт называется а.сорт с пустыми скобками там есть параметры но они необязательны тогда он по возрастанию его сортирует. Главное чтобы элементы можно было сравнивать друг с другом тип элементов может быть любым. Можно строки так можно что угодно сортировать лишь бы они были сравнимы. Понятно? А есть другой вариант сортировка а.сорт а. Это не меняет массив а но возвращает копию его но отсортированную. Понятно? Логинка различия. Но это не совсем тем сортирован. Не важно тем сортирован. Значит как же нам изготовить копию списка? Самый простой способ который сейчас для вас должен быть понятен вообще не тривиальный а ну можно сделать так я всегда могу сделать например массив D а хочу сделать копией массива или например B но копией A не вот так а копией B что я буду делать я могу конечно сделать вот так создаю новый список пустой да потом для каждого x вы правдно такой синтаксис фор еще не знаете я вам планировал следующий рассказать для каждого x из списка A пока поверьте что это работает вот так уже еще без него создавали for x in A V V точка и пен в конец добавить P да это действительно ну и же я создал объект и поэлементам куда все скопировал чуть-чуть покороче как создать копию вот так механизмом среза а от начала до конца срез даже если он вот такой тривиальный да который захватывает все элементы но он порождает новый объект понятно если вы не уверены вы вызываете какую-то функцию а ее писал какой-нибудь дядя Вася вы не уверены может быть он портит список который ему передают а вы не хотите чтобы ваш список портили вы можете передать ему эту функцию не сам список а его срез полный таким образом если он его испортит то он испортит срез который тут же будет выкинут потому что ссылки на него вы не сохраняли понятно так значит методы списка вы видели и еще посмотрите по необходимости у вас есть справочник заглянем теперь теперь обсудим присваивание в срез очень коротко как он задеет в эту тему поскольку в списке изменяемых был реализован механизм присваивания в срез что это значит в срез списка в срез списка и так а равно 0,1,2,3,4 хватит 5 элементов если я доступно с одним индексом это не срез помните с одним индексом это элемент а вот если я вот так сделаю а от 1 2,3 то срез этот захватит какие элементы вот эти 1,2 так вот туда можно присвоить список ну например 10,20 это совершит соответствующую запись сразу в два элемента раз и два хотя на самом деле не совсем оно как бы вырежет кусок и вставит на его место почему я так говорю дело в том что если он длины этих списков не совпадут то ошибки не случатся то есть я на место вот этого среза вставляю срез длины 3 и что я получу я получу список вот такой я буду комментарий 0,10,20,30 3,4 то есть у меня произошел shift сдвиг вот этих элементов вправо аналогичная ситуация если я ну я уже с имеющимся списком сделаю да срез от 1 до 5 2,5 какие элементы это захватят 1,2,3 нет я хотел от 1 до 4 1,2,3,4 соответственно по вот этот включительно я могу взять и присвоить сюда короче ну например пустой список если я пустой список туда присваиваю это значит что ну на место вот этого среза встает пустой список и вас становится равен 0 что? 3,4 понятно? присваивание в срез с двумя параметрами никогда не приводит к ошибке при вот этих вот ситуациях как сам факт среза с двумя параметрами не вызывает ошибки если у вас левый правый аргумент оказались далеко не вызывает ошибки да я немножко пропустил мы срез пойдем с первого по четвертый элемент а уже измененный список я же просто уже сделал я же обрабатываю какая ситуация так интересно присваивание в срез с тремя параметрами я заново создам ну давайте я просто вернусь к изначальному состоянию этого массива и сделаю так от начала вот точнее от начала от символа 1 например до символа с индексом 5 поля не 2 3 4 соответственно это включительно с шагом 2 и вот тут будет ошибка потому что я пытаюсь положить значение куда сюда сюда и все ну у меня в этом срезе 2 элемента содержат а я пытаюсь туда положить 3 элемента как расширять список непонятно или что оттуда выкидывать непонятно поэтому это вызывает ошибку это вызывает ошибку присваивание в срез с шагом обязательно нужно содержать строго соответствующее количество элементов то есть вот так ошибки не будет и он положит соответственно сюда 10 сюда 20 я плохо делаю но логика понятна он раскладывается отверстие 0 10 2 24 вопрос да а кортеж работает в срезе что значит кортеж в каком смысле можно работать то есть можно кортежу двух срезов присвоить кортеж двух срезов так такое работает и сегодня в принципе можно было такое применить там даже ответ писал я не знаю светился у вас или нет или он был вырезан вот ладно с присваиванием срез разобрались принципиально да удобный механизм в частности задачи которые на другом языке программирования решаются через там кучу циклов выяснений ну например вам требуется создать список в котором элементы расположены вот так 1 сейчас например 6 элементов да 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 нет это сложновато 1 2 3 4 5 6 вот это тривиально решается вот требуется создать вот такой список как это сделать на питоне при помощи срезов с шагом берем создаем список линейный 1 2 3 4 5 6 делаем это при помощи функции range вы еще не знаете ее будете знать в следующий раз ну можно просто создать заполняем его что называется просто циклом по порядку я сейчас условно просто пишу из кратка вот так а что дальше делать дальше берем и говорим срезу а давайте так создадим список из 6 элементов 0 умножить на 6 операция повторения работает как для строк так и для списка это список из 6 с шагом 2 1 2 3 а в срез от единички двоеточие 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 два я кладу 4 5 6 а прощение с шагом от конца к началу двоеточие двоеточие минус 2 4 5 6 о вот так чтоб они оттуда пошли ясно так разобрались двигаемся вперед сейчас нас погоня давайте разберемся с парочкой алгоритмов совершенно школьного уровня которые обеспечивают обращение списка без использования среза и сдвиг циклический опять же в списке без использования среза не потому что это так надо делать а просто потому что это надо знать как это дело делается так отлично обращение списка значит ну у нас есть опять же какой-то список давайте я вас читаю заготовок это все время обращение списка без среза итак считываем список и что это у нас будет лист от map от int а так же от введенной строки разбитой по словам нет недостаточно раз два три два три так теперь что я делаю я хочу пробежаться по всем индексам этого списка и поменять их элемент вместо давайте разберемся что такое симметричный элемент вот у меня и равное нулю да а вот этот и равен у меня чему лен а минус один ну в принципе можно просто минус один да он будет корректно доставать элемент в списке можно лена а минус один соответственно я могу сделать что лен минус а минус один минус ит элемент является симметричным или просто минус один минус ит если я буду пользоваться отрицателями индексом мне нужно соответственно менять местами содержимое итого элемента и вот этого причем не перетирать а именно менять местами то есть пользуясь питоновским быстрым обменом через кортеж или через третью перемену но в любом случае менять аккуратно значит и ты мне нужно менять местами с а я воспользуюсь отрицателями минус один элемент при этом при этом и должно пробежать что тут важный момент если я побегу дальше и был ноль один два а потом три то симметричный станет вот это и у меня произойдет второй обмен двух состояний у меня массив вначале вывернется весь список наизнанку а потом 100 вернется обратно вот мне бы этого не хотелось поэтому мне нужно бежать индексом и только до серединки да даже не включительно ровно серединку если это нечетное количество элементов поэтому я могу делать лен пополам нацело с отбрасыванием остатка и так и равно 0 пока и меньше чем лен а пополам что мы делаем меняем местами мне проще будет сделать через третью переменную чтобы не писать ленную строчку поэтому я сделаю тмп равно а и а и а равно а минус один минус и элемент и а минус один минус и положить туда равно тмп можно в одну строчку написать если бы у меня было прохнаться страны понятно логика вот эта нехорошо если я пройдусь а потом еще раз их обратно поменяю но это проще конечно увидеть сделать один раз ошибочно вот так и увидеть что много работы а результаты нет и второе это сдвиг сдвиг как он делается если сдвиг происходит влево то мне нужно что циклический циклический сдвиг называется операция я вытаскиваю оттуда значение нулевого элемента после чего кладу значение первого элемента в нулевой после чего кладу значение элемента второго в первый третьего во второй и так далее до конца и только после этого я добываю значение из времени переменной кладу в конец то есть у меня есть две нециклических операции ну и циклических я сейчас циклом коротко напишу значит опять же у меня массив а считаем что он уже есть что я делаю я кладу во временную переменную а нулевое после чего для и диапазоне вот чего я буду меньший брак у меня каждый раз будет два задействованы и ты и и плюс первый соответственно и это наименьше укажет на первой итерации и равном то есть соответственно in range от нуля до len а но минус один потому что я опять же буду делать и и и плюс первой нельзя выйти количество присваиваем или единичку меньше количества элементов что я делаю а и тому я кладу значение а и плюс первого то есть глобально я шел слева направо после чего в самом конце я последним элементом а-1 кладу то что я вначале сохранил с mp если же я делаю эту операцию не так а в обратном управлении прошу прощения но в смысле сдвиг хочу сделать не влево это влево а если я хочу сделать сдвиг вправо с элементом который уйдет в самое начало списка то мне потребуется делать что начинать с конца процесс действия должен начинаться с того что я вот этот элемент спасу во время этих переменок и вот отсюда начну перебрасывать эпичная ошибка школьников когда от них требуют задач в принципе через сдвиг то что они начинают не думают о порядке действий начинают эти действия начинать сначала и элементы с инкексом у них распространяется на весь массив весь массив загуляется тут порядок действий имеет существенное значение у меня там 0,1,2,3 4 4 спасли потом в тройках встала на место четверки потом уже двойка втерла тройку потом уже единичка втерла двойку 0x втерла 5 а потом четверка вернулась на место нуля да ясно поэтому так будет счет с конца но мы его сейчас реализовывать не будем вопрос как это коротко реализовать при помощи средств вот это вообще тривиально выворотно изнанку я хочу поменять тот же самый список не новый объект создатель а тот же самый это будет присваивание средств всего списка список от края до края но тот же самый я в его элементы на его место кладу другие значения какие именно это а двоеточие двоеточие минус 1 то есть вот аналог это действие реализует обращение массива при сохранении ссылки на тот же самый массив то есть если у меня была ссылка на тот же самый объект то B тоже изменится вот это действие его тоже легче всего реализовать через присваивание средств то есть я могу сделать вот такую конкотинацию и срез что я делаю я говорю еще раз в срез от начала до конца положить значение я сейчас вот вот положить значение элемента а срез начиная с первого до конца с первого до конца плюс бывший ноевой элемент поскольку вот это действие поскольку вот это действие вот этот плюс конкотинация списка порождает новый объект списка то этот новый объект то этот новый объект будет создан и значения в него скопированы из списка до того как произойдет само это присваиваем поэтому никаких пересечений там не произойдет какой минус вот этой операции существует и вот этой тоже это использование дополнительной памяти пока суть до дела у меня создается объект аналогичного размера исходному массиву поэтому вроде как я вам написал вы скажете надо вот так пользоваться но понимаете в чем дело от прагматики от конкретики нужно реализовать в конкретных обстоятельствах не уйдешь и может сложиться ситуация что у вас не настолько много памяти так вопрос был а у вас же проблема с путь чем он выгодцем будет выгодцем 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 спасибо огромное или можно было сделать по другому можно было сделать 0 двойной чайник спасибо это действительно серьезная поправка да вариант номер 2 я тут же конструирую список из этого элемента или могу сделать так 0 двойной чайник кстати по поводу присваивания в СС я не сказал можно присваивать в СС длины 0 можно присваивать вот такой СС А с первого символа по первый символ так но местоположение этой штуковины есть в списке поэтому если я возьму туда и что-то я сейчас прям разделю себе угол 5 ну или там 5-6 то у меня что будет у меня вот эти элементы вот этого списка встанут на место вот этого среза который стоит вот где с первым на первом элементе но он не захватывает первый элемент соответственно вот здесь и у меня получится какой эффект потому что у меня элементы вставлены двойкой 5-6-2-1 они вот сюда вот впихнулись поэтому вставка в середину списка тоже реализована она есть но она надо сказать емкая то есть она реально питон начнет перебрасывать потому что там все равно массив ссылок фактически ему потребуется перекопирование ссылок как я его здесь реализовал этот сдвиг но он там не циклический но суть в том что сдвиг будет реализован вот так вот так смотрим что у нас осталось осталось у нас только произнести про кортежи есть такая штука кортежи что это такое кортеж это замороженный список то есть неизменяемый объект надо сказать что неизменяемый объект кортеж может содержать ссылки на изменяемый объект но сам он неизменен создается он при помощи круглых скобок мы уже задевали кортеж когда говорили о кортеже переменных когда присваиваем сразу две переменные например да я уже писал в принципе можно даже без скобок написать но если я присваиваю в одно то он поймет что как бы кортеж значение присваивается в одно значит какого типа ну кортеж но я уж все таки скобки то оставлю вопрос как создать кортеж из нуля переменных ну никаких проблем вот пустой кортеж ну круглые скобки пустые являются для питона не именно для питона некорректным арифметическим выражением правда хотя круглые скобки в арифметических выражениях присутствуют но в данном случае это некорректное арифметическое выражение поэтому пустой пустой тапл называется это тип тапл кортеж да и вы можете прям тайт посмотреть это в объект это будет так список и кортеж оба упорядочены у кортежа тоже можно делать срезы но присваивать срез нельзя append к таплу нельзя все что его меняет сортировать таплу нельзя создать на его основе отсортированный можно то есть все что не требует изменения его можно фильтруем и все замороженный список но он выделен в отдельный объект это важно есть на то причины сейчас я расскажу как создать объект объект тапл собирающий один элемент дело в том что вот это корректное арифметическое выражение правда и скобки можно снять а в этом случае а будет число я вот так вот написал а тип то инк у меня возле вопрос что делать ответ очень интересный запятая и скобка синтаксически это делается вот так один запятая скобка так значит что от вас потребовать что от вас еще потребовать еще раз напоминаю про контрольную к четвертой лекции к пятой тоже появится с некоторым опозданием я надеюсь чуть-чуть поменьше оно будет но вы пожалуйста проследите я в группе напишу вконтакте те кто уже подключились наверное видят обновление я там напишу что контрольная появилась но сами проследите если вопросов нет спасибо большое до свидания до встречи до встречи до встречи